Всем привет! С вами канал Все для Огорода. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Сейчас вам покажу, как можно сделать настойку, обработку на огурцах от мученистой росы. Для этого нам понадобится йод и золда. Так, делаем маточный раствор сначала. То есть, надо пол чайной ложки йода размешать в баночке с теплой водой. Вот у нас вода. Где-то не полную чайную ложку надо налить йоды. Вот йода на лето. Размешиваем. Это у нас маточный раствор. Сейчас буду все показывать. Так, размешали. Так, вот у нас. Сейчас надо сюда поставить ведро. Хотел показать, если оно не упадет в ведро. Опа, ведро поставим. Так. Вот у нас ведро. Сейчас. Хочу показать. Так, вот. Видно, да? Так, высыпаем баночку литровую золы на 10 литров воды. Должны все тщательно размешать. Желательно настоять сутки или ночь. Это золы. Вот она, зола уже практически размешалась. Вот. Вот. Я вчера баньку топил. До 100 градусов натопил. Помылся отлично. Вечером. Так. Выливаем маточный раствор. Сюда. Это йод. Вот. И вот этой вот жидкостью мы должны полить огурчики. То есть предварительно смачиваем огурцы просто теплой водой. И в каждую, в каждый огурец надо налить по литровой баночке или 0,7 балла воды. Это у нас будет профилактика от заболеваний мучениц тросы. Также в золе много калия, разные микро, макро, разных удобрений. И огурцы обычно после такой подкормки начинают быстро плодоносить. То есть сразу у них идет соцветение и завязывается плод. И плод быстро растет. Вот такую подкормку можно производить практически каждую неделю. Вот. Получается мы и от мученистой росы уходим в сторону. И естественно огурцы быстро у нас начинают плодоносить. Вот. Спасибо за просмотр. С вами канал. Все для огорода. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы уйти в следующем видео. Всем пока-пока. Обязательно зайду к вам в гости. Приглашайте на чай, на кофе. Спасибо за просмотр. Еще раз повторяюсь. С вами канал. Все для огорода. Делитесь с друзьями этим видео. В соц. сетях. Спасибо за просмотр. С вами канал. Еще раз все для огорода.